Многие собаки с возрастом страдают от артрита. Это болезненное состояние, которое возникает у собаки и людей, когда хрящевая прокладка между костями начинает истончаться и изнашиваться. В результате концы костей начинают тереться друг от друга, и вы замечаете, что ваша собака начинает хромать. Травма, болезни или, естественно, износ суставов в старости могут вызвать артрит. К сожалению, от артрита нет лекарства, но некоторые методы лечения могут уменьшить боли в целом, улучшить подвижность. Сегодня мы поговорим о добавках к глюкозаминам, которые широко рекламируются и обещают прямо-таки чудеса. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Амельяненко, я занимаюсь лабрадорами с 2002 года. Питомник лабрадоров from Labraland, город Одесса. Итак, поехали! Глюкозамин – это соединение, которое встречается в природе и является одним из самых популярных бесрецептурных средств от артрита. Это одно из нескольких натуральных веществ или нутрицептиков, известных как хондропротекторы, которые используются при лечении артрита у людей, собак, лошадей и других животных. У собак глюкозамин также часто используется для облегчения боли и износа суставов, вызванных дисплазией тезобедренного сустава или другими структурными изменениями, помощи в лечении травм позвоночника, более быстрого восстановления после операции на суставах. Говорят, что добавки с глюкозамином облегчают симптомы повреждения суставов, ускоряя восстановление поврежденного хряща, особенно суставного хряща или влажного губчатого материала, который образует прослойку между суставами. Добавки для суставов часто используются в качестве раннего вмешательства и на протяжении всего прогрессирования артрита, поскольку они безопасны для длительного использования у большинства пациентов. Хрящ играет важную роль, и при повреждении сустава он обычно не восстанавливается или не воспроизводится сам по себе, поэтому кости сустава могут терезать друг от друга, вызывая боль и воспаление. Глюкозамин часто используется в сочетании с другим природным веществом – хондроитинсульфатом, который также направлен на стимуляцию восстановления хрящей. Хондроитин производится из коровьего или свиного хряща, а также из панцирей, крабов, устриц и креветок, или синтезируется из растительных источников в лабораториях. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США регулирует эти продукты как пищевые добавки, а не лекарства, и поэтому они не подлежат такому же строгому процессу проверки и одобрения, как фармацевтические препараты. Пищевые добавки оцениваются на безопасность после того, как они поступают на рынок, в основном посредством мониторинга нежелательных явлений. Глюкозамин используется в ветеринарной практике в Европе и США около 20 лет. Начиная с 80-х годов, ученые начали исследовать глюкозамин и хондроитин, чтобы попытаться доказать, работают ли они. Но до сих пор нет ни единого мнения, а исследования на людях не дали окончательных результатов. В 2012 году исследование на людях показало, что одна форма гидрохлорид глюкозамина малоэффективна, в то время как другая форма сульфат глюкозамина обеспечивает облегчение боли, превосходящее или равное обычно используемым анальгетикам или нестероидным противовоспалительным препаратам. Ученые определили, что вопрос о пользе лечения глюкозамином остается в значительной степени без ответа. Но они отметили, что поскольку добавки имеют незначительные или редкие побочные эффекты, они представляют собой жизнеспособный вариант лечения остеоартрита. Они также высказали мнение, что это может быть полезно в сочетании с лекарствами и другими натуральными продуктами. То есть это не лекарство, а так вспомогательная добавка, которая может быть улучшить состояние суставов. Ну, во всяком случае, она не навредит. К сожалению, пока что ветеринарных исследований мало. В 2007 году ученые из колледжа ветеринарной медицины Университета Джорджи в Афинах провели обзор 16 клинических испытаний методов лечения остеоартрита у собак. Они сообщили о своих результатах в журнале Американской ветеринарной медицинской ассоциации и обнаружили, что препараты, содержащие глюкозамин, обеспечивают умеренный уровень комфорта и не уступают некоторым отпускаемым по рецепту лекарствам. Глюкозамин и хондроретин, это я цитирую, обычно рекомендуются ветеринарами в качестве альтернативы для лечения остеоартрита у собак, неспособных переносить побочные эффекты анистероидных противовоспалительных препаратов или в качестве дополнительной терапии, говорится в статье, опубликованной в феврале 2017 года в Open Veterinary Journal. Хотя глюкозамин и хондроретин имеют щадящие профили побочных эффектов, продолжаю ее цитировать, клиническая польза от использования этих препаратов остается сомнительной. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы прояснить неопределенность в отношении клинической пользы от использования этих агентов и количественно оценить любой существующий лечебный эффект. Понятно, что ничего не понятно. У пациентов, принимающих глюкозамин, наблюдалось очень мало побочных эффектов. Среди них аллергии, особенно у тех, у кого аллергия на моллюсков, усталость, бессонница, чрезмерная жажда и мочеиспускание при высоких дозах. Некоторые специалисты настороженно относятся к использованию вещества на основе сахара у собак с диабетом. В любом случае, прежде чем давать собаке глюкозамин, вы должны проконсультироваться с ветеринаром, чтобы определить ее состояние и правильную дозировку. Наиболее доступные формы глюкозамина для собак пероральные, такие как ароматизированные таблетки, капсулы, порошки или жидкости. Эти добавки можно приобрести в домагазинах, ветеринарных клиниках и через интернет-магазины. Итак, если ваш ветеринар дает добро, возможно, стоит попробовать добавку глюкозамина, чтобы облегчить боль при артрите вашей собаки и помочь повысить ее энергию и подвижность, и тем самым улучшить качество ее жизни. Во всяком случае, очень хочется в это верить. Вы знаете, некоторые владельцы собак, ну, не то чтобы некоторые, достаточное количество владельцев собак говорят о положительном опыте использования этих добавок для суставов. Поэтому я тоже их использую и рекомендую использовать по назначению. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного.